Здравствуйте и позвольте разжечь. Гражданская активность может быть опасной для вашей свободы. В Политвестник ТВ все чаще и чаще обращаются граждане, ставшие жертвами полицейского беспредела. На этот раз к нам приехали из Ростовской области. Михаил, здравствуйте. Что с вами стряслось? Посадили незаконно моего брата за активную позицию, за активное участие в протестных движениях против беспредела, осуществляемого властями и полицейскими. Что ему инкриминирует? Точнее, за что формально он сейчас находится в СИЗО? Ну, любимая статья, по которой любят судить наши органы, это статья 228, сбыт наркотических веществ. Он сбывал? Он не сбывал. А откуда тогда взялась эта статья? Ну, как всегда, откуда ни возьми, взялась эта статья. Есть какие-то доказательства у них? Доказательств абсолютно никаких нет. Уже четвертый суд идет, на каждый суд уже жалобы прошли. То есть по судам абсолютно никаких нет ни доказательств, абсолютно нет ничего. Продлевают меру пресечения, задержания под стражу вообще абсолютно ни на чем. Он сидит уже второй месяц и еще, как вот на данный момент продлили, еще два месяца еще ему надо сидеть. Вот, в принципе, вот так. Но ведь какая-то доказательная база все равно должна быть? Может быть, аудиозаписи, видеозаписи какие-нибудь? Говорят о какой-то аудиозаписи непосредственно следователь. Но уже второе продление идет меры пресечения на условиях того, что нужно сделать экспертизу аудиозаписи, якобы подтверждающей причастность его к этому делу. Но уже второй суд, и так и не была сделана экспертиза этой аудиозаписи. А ваш брат, я так понимаю, вместе с вами, вы вдвоем были достаточно активны в Новохоперске 22 июня? Да, мы там были. И что вы там делали? Мы так же были, как и весь народ собрались, сколько было тогда, более трех с половиной тысяч человек, так же мы были с этими людьми, так же проявляли свой активный протест против производства, добычи никеля там. И почему вы связываете именно это событие с арестом вашего брата? Ну, как бы мы пошли против закона, против властей. Я думаю, что поэтому, так как когда арестовывали брата, значит, спрашивали за машину его, на которой мы ездили в Новохоперск. Вот, насколько всем известно, когда там проходил круг, значит, снимали номера. Казачий круг? Да, казачий круг. Значит, полиция, снимали номера на видео, то есть, чтобы потом можно было каждого искать. Я думаю, в этом как раз таки и есть загвоздка. Но, тем не менее, официально это никак не связано? Официально это никак не связано, то есть, они ему применяют статью 228, как бы вот так. И каковы ваши дальнейшие действия? Что вы будете предпринимать? Бороться до конца, бороться, вытаскивать брата оттуда. Вот такие вот действия. Но каким образом вы видите возможность какую-то вытащить вашего брата? Ведь говорят, что если немножечко попала птичка, значит, вся увязла. Ну, у них, по крайней мере, нет абсолютно никакой доказательной базы по этому поводу. Значит, всеми юридическими способами, всеми вообще, какими можно способами добиться этого, такими способами будем добиваться. А какова сейчас обстановка вообще в Ростовской области, в Прихоперье? Я бы не сказал, что хорошая, даже очень плохая, можно так сказать. Ну, в Ростовской области по полиции, если можно сказать, то абсолютно беспредел. Вот. А в Прихоперье я лично не вижу ничего хорошего. Я так думаю, что уже этой зимой начнут бурить, невзирая на протест людей, невзирая вообще ни на что. К чему это может привести? К чему может привести? Это может привести к экологической катастрофе, в первую очередь. То есть река Дон вымрет, не только Дон. Река Хопер вымрет. Дальше море Азовское. Также туда все это потечет. Ну вот скажите, сейчас народ в связи с тем, что такое давление оказывается на гражданских активистов, народ как, он совсем замолчал, испугался? Или какое-то движение внутри все-таки происходит? Движение происходит, но по большей мере, мне кажется, идут провокации. Причем провокации со стороны властей. Вот. Чтобы народ как бы меньше стал обращать внимания на активистов, чтобы действительно это все затихло. А общественность каким-то образом поддерживает вашего брата? Общественность поддерживает. Поддерживает с разных уголков нашей страны. Ребятам спасибо огромное за то, что поддерживают. Также пишут жалобы в генпрокуратуру. Везде, везде, где можно. Куда можно написать, как можно добиться, чтобы его оттуда вызволить. Помогают и помогают очень хорошо. Ну а как-то официальные органы наверху, они каким-то образом реагируют вообще? Отвечают на эти письма, запросы? Пока ни одного ответа еще не было, но я думаю, в скором времени начнут отвечать. В скором времени начнутся проверки наших органов власти в нашем городе, где непосредственно мы проживаем. Я считаю, что скоро начнется. Спасибо большое, Михаил. Мы будем следить за развитием событий и за судьбой Владимира Григоренко. Берегите себя, будьте осторожны и смотрите предвестник. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok